Я Баснюк Данил из города Днепр. Сегодня я буду ведущим программы Олимпийские истории. Хочу провести вам экскурсию по городу Киев. И сегодня мы начинаем с самого главного спортивного объекта страны – НСК Олимпийский. Сьогодні у программы. Презерв чемпионатов Европы среди юниоров из бадминтону приезжал из Днепра, чтобы прогуляться столицею и сделать деякие вековые сравнения. Как и я, НСК Олимпийский празднует свой день рождения в августе. А Киевский гидропарк став полигоном, де майбутній учасник юнацких Олимпийских игр випробовав на міцность волани. Делается 3-4 смеша и головка просто отлетает в неизвестном направлении. И приемна для глядачей крапка программы. Розиграш именною футболки від Данила Буснюка. Как и я, НСК Олимпийский празднует свой день рождения в августе. Ему 95, а мне 18. Киев не был столицей Олимпийских игр, но именно здесь, в рамках Олимпиады 80, прошло 7 футбольных матчей. К сожалению, закрыто. Я очень хотел побывать в этом году на финале Лиги Чемпионов. Но мои соревнования и тренировки не оставляют свободного времени. Но я обязательно найду его и посещу этот прекрасный стадион. НСК Олимпийский – отличная арена, но для соревнований по бадминтону нужны закрытые помещения. Для этого прекрасно подходит дворец спорта. Давайте подойдем поближе. Фонтан – один из элементов системы охлаждения спорткомплексов. Уж поверьте, там бывает жарко не только из-за высокой температуры, но и из-за сильного накала борьбы. Как у меня на юниорском чемпионате мира в Индонезии. Конкретно для меня был мой второй поединок с японцем. То есть он был третий, четвертый Сейны. Это был серьезный соперник. И именно этот поединок мне запомнился больше всего. Так как я получил очень огромную поддержку от индонезийских болельщиков. И сама атмосфера вдохновляла на победу. Люди в Индонезии очень приветливые. Так при виде европейца они сразу просят сфотографироваться. То есть буквально все люди в Индонезии знают, что такое бадминтон. То есть все в курсе событий, когда есть соревнования, когда нет соревнований. Они спокойно подходят, спрашивают. То есть не все владеют английским языком. Но очень многие интересуются откуда, как тренируешься. И приходят посмотреть, болеют за тебя. Критерии отбора идут в первую очередь по турнирам. Ты едешь на турнир, зарабатываешь свой рейтинг, занимаешь определенное место. Но для того, чтобы тебе быть в топе, обязательно примерно каждый второй турнир ты должен входить в четверку. То есть первое, второе, третье, четвертое место. Сейчас на данном этапе азиаты в принципе лидируют. Большинство азиатов находится в топ-10, но сумели туда также пробиться датчане. Это единственные европейцы, которые держатся на уровне, которые могут побеждать. Я лично пробился на Олимпиаду благодаря нескольким турнирам. У меня они вышли очень успешными. Я попал на трех турниров в четверку. Два первых места, одно второе. За эти турниры я заработал рейтинг и отобрался на Олимпиаду. Мои цели на этой Олимпиаде это как минимум выйти из подгруппы. Подгруппа состоит из четырех-пяти человек. То есть победитель выходит. И максимальная цель это, конечно же, попасть в четыре и привести медаль в Украину. Я знаю, как бы, в целом всех соперников, но не знаю, с кем буду играть, так как жеребьевка будет проводиться за неделю до соревнований. Но анализ игры производится. То есть самых топовых азиатов смотрим, видим, что не так у нас. Как бы, и пытаемся не скопировать, но превзойти в каком-то смысле их игру. В нашем виде спорта существует три категории. Это одиночка, пара и микс. Например, я добился своих медалей на Европе благодаря микс-ту. Микс-то это когда мальчик играет с девушкой. Основная цель это атакующая игра. Девочка всегда стоит на сетке, то есть в большинстве случаев. Иногда выходит в защиту. Мальчику обязательно нужно быть инициатором этой ситуации. То есть если девушка сзади не чувствует поддержки и напора, она не сможет, она будет волноваться, она будет ошибаться в первую очередь. В основном микс-те делает игру мальчик. Я занял второе-третье место на Европе в микс-те с Мариной Ильинской. Вот, это девочка с Харькова. В Украине партнеры в микс-те притираются в основном, когда ты первый в одиночке и твоя партнерша первая в одиночке. То есть тогда делается микс как бы из самых сильнейших игроков Украины. Так и сложился мой микс. К сожалению, нам чуть-чуть не хватило на Европе, но я думаю, что еще и все впереди, и мы сыграемся. Правильный микс в основном требует большой сыгранности. Например, в данный момент ведущий европейский микс – это англичане. Они являются мужем и женой, то есть как бы всю жизнь вместе. И поэтому более наигранный микс, он, конечно же, сыгрывает конечную роль на соревнованиях. Я со своими миксершами попал во взрослую сборную. В данный момент мы видимся намного чаще, так как у нас проходят совместные сборы. То есть в жизни мы как бы друзья. Без всякого там, без всякой зависти, без всякого соперничества. Все было как бы в прошлом, хороший микс у нас был, мы играли, то есть достойно играли. А сейчас мы просто общаемся и делимся своим опытом, размышляем, как улучшить, что, и даем друг другу советы. Соревнования по бадминтону проводятся в закрытом помещении, но в свободное время, теплое, желательно без ветра. Можно поиграть и на открытой площадке, где я сейчас и нахожусь, в Киевском гидропарке, и проведу для вас мастер-класс. Основное правило бадминтона – это чтобы валанчик упал на сторону соперника, и он не смог его взять, перебить на вашу сторону. Сейчас я в руках держу профессиональную ракетку. Профессиональная ракетка весит от 79 грамм до 88. То есть можно индивидуально подобрать, это как уже угодно. Вот, это профессиональный валанчик, он состоит из 12 гусевых перьев, он весит от 4 до 5 грамм. Игра в бадминтоне начинается с подачи. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Демонстрирую. Берется валанчик, то есть на любителя. Можно вот так взять, можно вот так, но обязательно головка должна быть расположена к струне. Вот. И легким движением мы подаем. То есть вот движение основное не вот так вот, а вот движение предплечья и заканчивается кистью и пальцами. Подача осуществляется предплечьем и кистью, потому что именно вот здесь мы можем контролировать полет валана. То есть когда у тебя большой замах, ты не можешь контролировать конкретно точку удара. Более чувство на конечностях. Подавать сверху нельзя, потому что это уже считается как атакующий удар. То есть я могу взять и подать и забить с подачи. Это неправильно. Сейчас приняли новое правило. Это метр пятнадцать, то есть где-то вот так вот. Воланчик не должен быть ни выше метра пятнадцать. Обязательно должен быть ниже. То есть можно подавать вот так вот. Можно подавать вот так вот. Но сверху подавать нельзя, потому что это уже атакующий удар и он не засчитывается как за подачу. Стандартная высота сетки. Ровно метр пятьдесят пять. Не больше, не меньше. Сейчас мы проходим к линии подачи. Эта линия подачи называется вот то, что за ней, это называется зона. Подача должна обязательно осуществляться, неважно в какой теории, микс, пара или одиночка, должна обязательно осуществляться именно сюда. За эту линию, так как вот эта линия подачи, я сейчас повторюсь, зона, это будет ошибка. В данный момент воланчик упал в зону. При подаче эта подача не засчитана и очко отдается сопернику. Именно вот эта вот линия, это уже линия парная. То есть ее можно использовать, когда играешь в паре. Вот это одиночная линия. То есть если ты играешь одиночкой и ударил вот за эту линию ровно, это уже считается аут и очко будет засчитано сопернику. Когда воланчик падает вот сюда, это аут. Сейчас мы пройдем на заднюю линию. В миксте и в паре подача идет обязательно до этой линии. То есть нет, вот когда падает волан вот сюда, это аут. Также в паре в миксте можно подавать вот за эту линию. То есть буквально подача, если пойдет сюда, это будет поле. В одиночке другая история. То есть подача заканчивается именно на вот этой линии. Можно подавать вот дать сюда. То есть вот как бы вот эта линия, это парная линия, сюда не заподавать. Вот одиночка идет до конечной, до конца площадки. В данный момент я держу в руках профессиональную ракетку. Она делается из графита, алюминия. Вот, состоит из, это стержень, то есть вот, это тройник, а это обод. Есть ракетки трех видов. То есть когда упор делается на стержень, это не атакующая, а просто разводящая ракетка. Когда есть баланс, ракетка делается вот в этот баланс. Это просто не туда, как бы и не атакующая, и не разводящая. У меня ракетка в обод. То есть это атакующая ракетка, она в конце удара всегда будет завивать, так как у нее в основной вес приходится на эту часть ракетки. То есть в конце любого удара она будет еще буквально добавлять. Это я держу любительскую ракетку. То есть вот стержень, на котором намотана, но обмотка не совсем хорошая. То есть у меня полотенце, есть два вида обмотки. Есть такая вот резина только другого типа, есть полотенце. У меня полотенце я больше предпочитаю, это на любителя. Вот, здесь как бы, во-первых, ручка чуть-чуть совсем другого типа. Да, вот видно, что она совсем другой формы, здесь более круглая. То есть потом стержень, который немножко может отходить. То есть здесь уже более целесно идет, здесь как бы он отделен. Дальше идет тройничок. Тройничок очень как бы другого типа. Он старый, он идет как бы вот, сами видите, да, вот из трех частей. То есть сюда, сюда она вставляется. Здесь на профессиональной ракетке идет целая часть. Это идет уже сразу обод переходит. Вот, сам по себе обод обыкновенный, то есть он одной ширины. В профессиональной ракетке, если она атакующая, то вот здесь вот обязательно, вот видно, можете увидеть, что вот здесь она чуть шире идет, потому что здесь баланс основной. Струна. Вот здесь просто обычная леска. Высококлассная струна, она делается из ткани, то есть ее если потрогать, она будет рифленая. Она немного скользящая и немножко, как бы чуть немножко жирноватая, можно даже так сказать, для лучшей обработки валана. В основном ракетки имеют одинаковую форму, то есть на соревнованиях нельзя никак не смухлевать, ничего. Они не проходят никакую проверку, вот, они делаются однотипные, то есть это уже зависит от качества и от производителя. В основном ракетки делаются в Азии, то есть Япония, лидирующая страна по производству ракеток и валанов. Вот, как видим, еще можно отметить, что любительская ракетка немного короче, чем профессиональная, да, вот мы видим. Что в принципе может сыграть не ключевую роль, но играет роль, так как ракетка длиннее, то есть она будет быстрее идти к валану, чем ракетка, которая поменьше. К вашему представлению, это любительский валан, которым играют на пляжах в основном, то есть, ну как бы, это профессиональный валан, он состоит из 12 перьев, обязательно, которые вырваны из гуся. Он склеен вот такой вот ниточкой, двумя частями. Есть головка, которая вот, как видим, я не знаю, в общем, разные головки, то есть вот это намного меньше, вот это намного больше. Вот, сам пластик по себе валан, который не обрабатывается. То есть, можно сказать, что ты не знаешь, куда посылаешь этот валан. Перевой валан все же можно обработать, его можно, ты отдаешь отчет, куда он летит, ты хочешь, чтобы он туда полетел, он туда полетит. И, конечно же, можно отметить, что перевой валан летит намного быстрее, чем пластик, опять-таки, потому что заземление очень большое у пластика, и он более тяжелый валан. То есть, он приходится, из-за таких валанов можно получить травму, если ты играешь профессионально, ты можешь ударить смеш, например, самый сильный удар в бадминтоне, и сорвать плечо, так как валан тяжелый, он не обрабатывается просто как камень. Основной атакующий удар в бадминтоне называется смеш. Он производится вот сверху, то есть, в самой высокой точке, до которой вы можете, то есть, да, вот, на вытянутой руке, грубо говоря, самая высокая точка, обязательно он производится, ракетка чуть наклонена, то есть, мы кистью загибаем его. Делается вот замах, то есть, уже делается не короткий замах, как при бэкхенде, а большой замах, и обязательно нужно добавлять корпус, чтобы не сорвать плечо, то есть, силу удара не терять, то есть, раз, и как по гравитации ракетка идет в пол, так же и вы, скручивание тела идет в эту сторону. Еще один очень важный момент, почему играется именно пером, потому что пластик вовсе не устойчив, то есть, делается 3-4 смеша, и головка просто отлетает в неизвестном направлении. С пером совсем другая сторона, более плотно прикреплена, склеена клеем и выдерживает примерно 50 смешей. Сейчас я вам покажу удар, который называется бэкхенд, осуществляется вот этой закрытой стороной ракетки, то есть, вот, есть сторона открытая, есть сторона закрытой ракетки, две стороны у ракетки. Вот, осуществляется он так же, без больших замахов, на коротке, вот, мы ведем локоть, держим, и производится удар. Именно не вот так вот, а в профессиональной корее вот, раз, и все, мы слышим щелчок, то есть, обязательно добавляем еще вот, у нас вот такой динаметр, то есть, ракетку мы держим не вот так вот, а мы ее разворачиваем, вот, чтобы чуть-чуть срезался. Управляем валаном и производим удар. Я Баснюк Данил, ведущий программы Олимпийские истории, сейчас я в роли ведущего, беру интервью по поводу своего вида спорта. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что вы знаете конкретно об бадминтоне? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, ну, как бы, я не профессионально увлекаюсь бадминтоном, в смысле, так вот, в Киеве, если так мы смотрим, то есть площадки, есть где заниматься, куда ходить, правда, кое-где платно, кое-где бесплатно, но если находить компанию, то можно организовать, там, парный или одиночный. Даже здесь на гидропарке есть несколько площадок, одни оборудованные, другие, там, приносить на свои сетки, там, ракетки. Будете ли вы наблюдать за Олимпиадой 2018 году в октябре 6 по 18 Бунасарес, Аргентина? Вот, я, честно говоря, не знала, это что? Молодежная Олимпиада. Спасибо, что вы подсказали, с удовольствием буду смотреть и буду болеть, потому что молодежь, это вообще наше все, а если молодежь не только валяется на диване, пьет пиво, а еще показывает нашу страну, защищает на международной арене, конечно, буду смотреть. Что вы можете пожелать нашей юношеской Олимпийской сборной Украины на Олимпийских играх Бунасареса, которые будут проходить в октябре? Ну, что мы можем сказать? Успехов, удачи, чтобы не теряли сил, просто, ну, анализировали ситуацию и верили в себя. Потому что желание победить, оно, прямо, все, как говорится, может перемахты. Продуктивность, результативность и успехов. Хорошее выступление, побед и накопление опыта, чтобы потом его реализовать в следующих соревнованиях. Через Киев и Днепр протекает одна и та же река, ее скорость 2,5 км в час, что в 200 раз меньше, чем скорость вылитого валана. На данный момент мировой рекорд стоит 495 км в час. Бадминтон развивает координацию, физические возможности, физические выносливости мышц, так как в бадминтоне рваный темп. Не монотонные рваны, ты постоянно стартуешь на валан, останавливаешься, стартуешь на валан. То есть, соответственно, и мышцы должны быть растянуты, эластичные. Я познакомился с бадминтоном благодаря брату, именно он мне привел в 6 лет спортзал. Первые мои тренировки проходили очень скучно возле стенки, потому что было очень много людей. Но после я усовершенствовал. Мои родители позитивно относятся к моему виду спорта, занимаются. Они в свое время очень много приложили усилия, они меня заставляли, они меня мотивировали. В данный момент, когда я выигрываю или проигрываю, вне зависимости от этого, я чувствую поддержку своих родных, и они всегда наблюдают за мной. Мы сейчас находимся возле реки Днепр. Плавание – это мое хобби. Мне нравится купаться. Я купался в озере, в речке. Недавно отдыхал совсем на море. Конечно же, море – это более присущий отдых. Морская вода более восстановительная. Наверное, в ней более приятнее плавать. Был в Бердянске совсем недавно, отдыхал около недельки. Получил хороший загар, море эмоций. Наплавался, наглотался воды. Вторым моим хобби является велоспорт. Мне нравится кататься. Я включаю музыку в наушники и еду куда-нибудь подальше. Обязательно для меня это должен быть какой-нибудь карьерчик, где можно с удовольствием провести время, лечь, отдохнуть, отлечься от всего и доехать обратно. У меня есть велосипед Winner. В нем 21 скорость. Скоростные передачи называются Shimano. То есть велосипед классный. Мне нравится быстро кататься. Именно быстро кататься не по трассе, а по дворам. Больше экстрима, больше эмоций, адреналина. Я, как ведущий программы «Олимпийские истории», традиционно задаю вопрос нашим телезрителям, за правильный ответ на который вы получаете мою именную футболку с моей фамилией. Вопрос звучит так. Сколько в среднем пробегает бадминтонист за игру? Ответы присылайте на странице в Facebook Национального олимпийского комитета. Сегодня я побывал ведущим программы «Олимпийские истории». Получил море удовольствия, эмоций. Открыл для себя что-то новое. Новое в плане съемок, в плане работы камеры, в плане работы ведущего конкретно, как специальности. Сегодня было жарковато. И удалось это все сделать. Не очень просто все это было. Но я справился. В целом, очень позитивное и хорошее впечатление. С вами был Данил Баснюк. И на сегодня я прощаюсь с нашими телезрителями. И передаю эстафету следующему спортивному ведущему. До новых встреч в программе «Олимпийские истории». Субтитры создавал DimaTorzok